Корсеты, широкие юбки и баллонные рукава мгновенно погружают зрителя в эпоху, в которой разворачивались действия, описанные в сказках Гоффмана. В преддверии одноименной оперы артисты театра оперы и балета представили публике Гоффман Дефиле. На сцене наряды периода раннего немецкого романтизма, позднего классицизма и раннего французского романтизма. Девушки очень забавный головной упор. Это точная компия головного упора Сары Гернадо, эспектатор принцессы Грёза, 1909 года. Впервые пьеса Каре и Барпье «Сказки Гоффмана» была представлена в 1851 году в Париже. Это была переработка рассказов Гоффмана «Песочный человек», «Сказка о потерянном отражении» и «Советник Респель». В качестве главного героя всех трех историй выступал сам писатель. Оперу написал Жак Оффенбах. Она осталась неоконченной, что не помешало ей стать популярной. Как когда-то давным-давно сказал Шопенгалвер, что человек – это существо текучее, как оденешь, так и будет жить. На пошив каждого наряда ушло не менее 10 месяцев. Изюминкой Дефиле стали мужские военные костюмы, которые носили девушки перед началом Первой мировой войны. Так они стремились поддержать мужчин и надеялись принять участие в военных действиях. Я вообще в большом восторге. Я такой красоты никогда не видела. Мне понравились все костюмы, ну, конечно, больше женские, и это ближе. Фантастика. Фантастика. Это правда. Учитывая количество работы и вся эта работа, вот я только что узнала, что вся эта работа произведена в тройном экземпляре, потому что всех комплектов костюмов, включая самые роскошные, в тройном экземпляре, на каждый состав отдельно. Это просто фантастика. Ну и формат совершенно новый, он действительно фантастический. Представленные на Дефиле наряды самарский зритель увидит совсем скоро на премьере оперы «Сказки Гоффмана», которая пройдет на сцене театра оперы и балета. Августина Охременко, Константин Головин. События. Константин Головин. Субтитры создавал DimaTorzok Константин Головин. Субтитры создавал DimaTorzok